В этом православном храме в селе Гнаймия местные жители, этнические армяне, только сейчас смогли ослужить панихиду по погибшим за время войны от рук террористов односельчанам и очистить церковь от мусора, оставшегося после боевиков ИГИЛ. Те устроили в ней казарму, а потом и вовсе попытались разрушить. Этот храм стоял сотню лет и посмотрите во что они его превратили. Кара Всевышнего все равно их постигнет, какую бы религию они не исповедовали. У этих людей душа черная. Схроны, доты и убежища боевики обустраивали в селе повсюду. Возводили на совесть. Видно, что готовились к длительной осаде. У него дивня была разделена между несколькими группировками. И эта схрон принадлежала одной. Здесь нет ни одного дома и ни одной семьи, по которой война не прошлась бы катком. Магардач Муса вместе с семьей бежал из села 4 года назад, когда пришли джихадисты. Теперь строят планы, как будет восстанавливать полуразрушенное жилище. Рассчитывают на помощь правительства. Спасибо России и нашему президенту Башару Асаду, что дали нам возможность вернуться домой. Это наша земля. Здесь жили наши предки и будут жить наши внуки. А разрушенное мы рано или поздно восстановим. Трудолюбие сирийцам не занимать. А плодородная земля способна кормить круглый год. Почти в каждом дворе плодоносящие деревья. Контраст военного времени. Спелые апельсины у разрушенных стен. Но все же пока без гуманитарной помощи сирийцам не обойтись. Раздача гуманитарной помощи для жителей этого села отнюдь не показательная акция для иностранных журналистов. Министерство обороны привозит сюда сухпайки практически ежедневно. Если еще в начале недели к этому КАМАЗу выстраивалась очередь максимум из 20 человек, то сейчас их уже, вы можете видеть сами, больше сотни. Люди постепенно возвращаются в свои дома. Спасибо. Спасибо России, которая нам помогла. С наступлением перемирия и началом примирения российские военные смогут в разы увеличить объемы, доставляемых в освобожденные районы гуманитарных грузов. Счет уже сейчас идет на сотни тонн. Евгений Голованов и Валерий Кожин, НТВ.